так 1 июля 1 июля юг украины поговорим о ряде преимуществ и минусов посева корнеплодов в середине лета есть определенные плюсы то что как правило в это время успевает уже в первом обороте получить какой-либо ранний урожай подготовить и посеять корнеплоды которые потом будут созревать на фоне снижения температуры и довольно таки хорошо будут лежать зимний период но с чем сталкиваемся сталкиваемся с рядом других проблем очень жарко очень жарко и в это время маленькие всходы попадают под высокие температуры высокие температуры низкую влажность воздуха и вот что мы видим сейчас мы попробуем найти растения здесь спасибо бурячка посев был совершен буквально вот недавно вот так вот погибает он подкорка температура воздуха днем 35 в тени достигает здесь уже семидоли сгорели точка роста погибла как бы смотрим следующее но этот бурячочек пробился рядышком от 2 раз точек уже погиб до с одной стороны как бы есть свои плюсы есть ряд минусов вот вот что происходит гибель вот двухростковый бурячок буряк известной компании довольно таки очень популярен хороший хранение при летнем посеве ну при посеве корнеплодов летом есть конечно свои преимущества в плане то что формирование корнеплода происходит на фоне снижения температур осенью вот и перед наступлением холодов полностью сформироваться получается довольно таки легкий но фермера сталкивается с подобными проблемами вот потерей всходов части всходов есть рядочки которые успели выйти обозначились довольно таки неплохое состояние да чем еще этот период очень ответственно летом очень активны вредители вредители такие как крестоцветная обложка тут мы ее похоже разогнали но если камера отображает да вот светятся семидольки то есть видно поражение но она будет а более активная крестоцветная обложка ночью сейчас очень жарко грунт очень горячий она прячется она прячется как и трипс она прячется более прохладные места да ну вот это обесцвечивание вот характерно вот поражение крестоцветной обложки здесь очень важный период именно защитить дать растению окрепнуть очень жарко в принципе крестоцветная обложка как вредитель снимается очень легко ее можно любым перитроидом но здесь конечно надо поработать комплексно учитывая высокие температуры вот можно поработать фосфорорганикой совместно с перитроидами но я как-то не сторонник был всегда работать по молодым растениям фосфорорганические удобрения ой да да прямо бегает фосфорорганическими инсектицидами вот здесь много в любом случае есть ряд мягких препаратов там типа энджио двухкомпонентных типа коннекта сейчас вот домой галил вышел тоже достаточно хорош надо дать окрепно надо выйти растением дать растением выйти в фазу четырех где-то настоящих листочков что касаемо бурячка в принципе поле чистое видим кое-где только места портулака но я думаю здесь идет активная защита почвенными гербицидами лук достаточно этих куряк достаточно техно технологичен чтобы обойтись из ручной прополки идем на морковку по всей вероятности здесь был произведен про была произведена обработка вода всходовая почвенным гербицидом потому что в принципе кроме как портулак больше другой травы нет портула конечно фазе 2 4 листиков я думаю хозяйство ждет полностью 100 процентов сходов начнет работать уже систематически бетоналом или бельведер форта то дамы в принципе два одинаковых продукта очень классная а если уже сильно засоренная поля то мы конечно прибегали к корибу регистрации правда нет вот на бы на столом буряке но эффект был очень высокий почиститься если почиститься таких злостных сорняков там как черрица лобода амброзия